В заснеженных вятских лесах и полях вновь поселились динозавры и уже пострадали от местных охотников на рептилии. Обыски в промоофисах, неожиданные инвесторы, елочные игрушки из бытового мусора и компактные крематоры, как средства борьбы с опасными биоотходами. Вот такая весьма пестрая экономическая палитра недели. Мировая мода ищет таланты и вновь нашла их на вятской земле. Чем наши юные дарования удивили избалованных метров? 7 дней из жизни Кировской области, факты, персоны, цифры. Здравствуйте, это программа Вести события недели. И начнем с открытия недели. В нашей области появился свой динопарк. Событие для кировчан не рядовое, хотя и случилось в рекордно короткие сроки. Проект прошел путь от идеи до ее воплощения за полтора года. И, кстати, наш динопарк не единственный открытый в этом году. Буквально несколько месяцев назад подобный проект реализовали в Турецкой Анталии. Причем этот динопарк уже признан крупнейшим в Европе. Подобные парки есть в Польше, в городе Пльзень. А вот такие пластиковые чудовища обитают в Германии. А этот экземпляр обитает в столице Чехии – Праге. Свой динопарк есть в Евпатории. Ну, а этот красавец живет в Таиланде и пугает туристов, приезжающих в Пхукет. И, судя по фото, динопарк у Котельнича ничуть не хуже своих мировых аналогов. Согласен с тобой, но наша новая достопримечательность играет более важную роль в плане развития туризма, поскольку находится в маленьком городе. А это значит, у Котельнича есть все шансы стать своеобразной туристической меккой при Волжье. Ну, это все пока планы и мечты. А пока предлагаю вновь посмотреть, как открывали наш динопарк. Репортаж Кирилла Алькова. Ценный груз проделал долгий путь. Скульптуры динозавров для Котельнического парка были изготовлены в Китае. Динозавров везли в Россию в шести контейнерах, а общий вес груза составил 3,5 тонны. Через месяц в путешествия по морю и по суше скульптуры прибыли на Вятку. Немало времени ушло и на их установку. Теперь все готово к приему первых посетителей музея рептилий на свежем воздухе. Здесь и опасные хищники, и безобидные травоядные. В общем, все представители юрского периода. Некоторые своим видом внушают страх. Но первые впечатления, как выяснилось, бывают обманчиво. К примеру, апатозавр. Иначе ящер, вводящий в заблуждение. Его боялись вида. А на самом деле это был очень миролюбивый ящер. Назывался он еще бронтозавр, потому что разные ученые в разное время нашли два совершенно разных, совершенно одинаковых скелета. И одни назвали так, другие так. Когда сравнили, оказалось, что это один тот же ящер. Будем ухаживать за ними зимой, то есть будем стряхивать снег, проверять каждый раз. Что-то, если случится, будем подправлять. Первые посетители музея динозавров с радостью делятся впечатлениями. Таких гигантов увидишь не каждый день. Классно здесь. Современно. Мы очень рады, конечно, что у нас в Котельниче открыли такой динопарк. Детям очень приятно походить будет, посмотреть. Ну и взрослым, конечно, я думаю, тоже будет интересно. Этот проект важен для области как результат грантовой работы правительства региона с муниципальными образованиями. Общая стоимость динопарка 16 миллионов рублей. Именно на этих малоизученных животных решили сделать акцент местные турфирмы. Здесь, в окрестностях Котельниче, расположен памятник археологии. Уникальное местонахождение ископаемых позвоночных животных пермского периода Палеозойской эры. Они жили здесь примерно 255 миллионов лет назад. Исследование необычного кладбища продолжается и в наше время. Удачное как бы решение и чисто ландшафтное, потому что вот это вот место, оно было раньше заросшее кустарником. В общем, пруд был, ну нельзя сказать, что болото, но в общем-то довольно заросшее. Сейчас, конечно, действительно идея очень хорошая, привлекательная. Музейный комплекс под открытым небом будет работать ежедневно до пяти часов вечера, а стоимость билета не превысит 100 рублей. Эксперты в сфере туризма уже озвучили амбициозную цифру – 50 тысяч туристов ежегодно. Правда, для этого придется расширить экспозицию Котельнического парка юрского периода. Желаний и возможности для этого, конечно, есть. Кирилл Ольков, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область. Ну и в качестве посткриптума добавлю, что пластиковые динозавры постояли в целости и сохранности лишь несколько дней. Многочисленные туристы первым делом попытались отковырять кусочки динозавров себе в подарок. Так что сейчас организаторы парка вынуждены строить для пластиковых рептилий ограждение от слишком назойливых посетителей. Экономические новости этой недели получили криминальный оттенок. Сразу несколько громких расследований начато в отношении известных предприятий и фирм. И вот только один свежий пример. Обыски прошли в помещениях Радужневской ТГК. Как оказалось, в мае по август этого года компания производила поставку тепловой энергии для подогрева горячей воды в жилых домах микрорайона. При этом значительная часть тепловой энергии направлялась на производственные нужды Кировского ССК. В результате жильцы домов получали коммунальные услуги ненадлежащего качества за их полную стоимость. А управляющим компаниям причинен ущерб на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Добавлю, что подобную картину несколько дней спустя можно было наблюдать на Кировском биохимзаводе. Генеральный директор ОАО «Биохимзавод» подозревается в уклонении от уплаты налогов. По сообщению пресс-службы управления МВД по Кировской области долг государству превысил 60 миллионов рублей. Уже установлено, что в подаваемые предприятиям налоговые декларации вносились заведомо ложные сведения. Во время обысков в офисе предприятия полицейские изъяли 50 печатей фирм «Однодневок» и финансово-хозяйственную документацию на бумажных и электронных носителях. Ну и на этом фоне в экономическую жизнь недели органично внесли свою лепту и сотрудники контрольно-счетной палаты. Правда, чтобы выявить недобросовестные организации подрядчики, им пришлось забраться на крышу. Репортаж из Кирова-Чепецка. Кому-то покажется необычным, но инспекторы контрольно-счетной палаты – частые гости на крышах и чердаках жилых домов. Казалось бы, что они там проверяют. Однако, как показывает опыт, крыша обычного жилого дома – очень широкое поле деятельности для сотрудников КСП. На данной крыше, яркий пример, получилась ситуация, когда у нас технологически на доме установлено три водосточных слива и, соответственно, три воронки. В смету были включены и оплачены пять воронок. Поставить меньше сливных воронок или сделать не четыре, а три окна на чердаке – это все самые распространенные нарушения подрядчиков. Вероятно, они пытаются рационально использовать средства, выделенные на капитальный ремонт зданий. За прошлый год, после проверки всего семи домов в Кирове-Чепецке, сотрудники КСП выявили нарушений на общую сумму 130 тысяч рублей. По большинству домов в Кирове-Чепецке не были составлены проекты. В результате работы выполнялись по сметам. Сметы – это, по сути дела, учитывает количественный объем материалов. Каким образом они должны быть применены на конкретной крыше, ответ они дают сметы. По словам специалистов, вина за подобное нарушение ложится в равной степени на заказчика и подрядчика. Потому что основной способ избежать подобного – грамотно составленная проектно-сметная документация и процедура принятия выполненных работ, о чем зачастую забывают заказчики в лице управляющих компаний. Кирилл Сосолятин, Валерий Никулин, Вести, Кировская область. На неделе любопытные данные опубликовал Кировстадт. Оказывается, основными иностранными инвесторами для Кировской области являются Германия, Финляндия, Латвия и кто бы мог представить Бразилию. Михаила, как ты думаешь, в какие кировские проекты бразильцы вкладывают свои кровные бразильские реалы? Сложно сказать, но совершенно точно не в кировский футбол. Кстати, общий объем инвестиций в наш регион в этом году превысил 130 миллионов долларов. Так что до состояния российских олигархов в средней руке нам пока далеко. И в подтверждение твоих слов любопытные факты жизни белой холуницы. Так получилось, что к Новому году у местных властей не оказалось достаточно средств, чтобы украсить праздничную елку. И в итоге там решили объявить конкурс новогодних украшений, изготовленных из бытового мусора. Кстати, вопрос переработки мусора – давняя проблема. Сложнее всего утилизировать так называемые биоотходы. И на неделе эту проблему кардинально решили в Советском районе. Смотрим репортаж Ивана Швецова. До последнего времени в Кировской области не было ни одной установки для сжигания биологических отходов. Ближайший от нас утилизационный завод находился на территории Чувашской республики. И хотя по закону трупы павших животных желательно уничтожать с помощью кремации, фактически возможности сделать это у сельхозпроизводителей не было. Ездить для этих целей к соседям экономически невыгодно. И вот ветеринарная служба решила приобрести пять компактных крематоров для Кировской области. На эту программу из областного бюджета было выделено почти 3 миллиона рублей. Данная установка предназначена для уничтожения, сжигания не только биологических отходов, но и медицинских отходов. Биологические отходы – это трупы животных, трупы птицы, конфискаты от проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, боинские отходы. Вот этот весь перечень отходов в данных крематорах, инсинераторах сжигается. Крематорная установка работает на дизельном топливе. В нее можно погрузить до полутонны биологических отходов. За полный цикл от них остается только горстка пепла. При температуре около 1000 градусов сгорают даже кости. Раньше жители, у которых из-за болезни пала свинья или корова, были вынуждены, порой обходя закон, самостоятельно закапывать тропы, например, в лесу. Отдельные случаи проходили по регистрации, соответственно, это наносило определенный вред окружающей среде, загрязняло населенное пункт, загрязняли лесопарковые полосы. То есть такое, к сожалению, случилось. Соответственно, вот такой установкой мы пытаемся это все решить. Все эти проблемы, то есть утилизация биологических отходов в этом направлении, она будет происходить более централизованно, более цивилизованно. Кремация экологически оптимальная и наиболее эффективное решение проблем при падеже животных. В отличие от скотомогильников, затраты на сжигание биологических отходов намного меньше. Приобретение этих устройств будет продолжено и в следующем году. Мы понимаем, что вот эти пять крематоров, они не позволяют охватить всю территорию Кировской области. Мы планируем дальше рассматривать возможность установки крематоров на территории юго-запада области. Это Яранские, Санчурские районы. Западная часть области – это Котельнические, Свечинские, Шабалинские районы. Ну и, конечно, севера, вот Верхнекамский, Афанасьевский район. Местные жители выражают обеспокоенность, что крематор-инсинератор будет наносить вред окружающей среде. На самом деле, установка находится в удалении от городской черты, и ничего, кроме почти незаметного дыма от солярки, из трубы не выходит. Иван Швецов, Денис Тружков, Вести, Кировская область. И еще из важных экономических новостей недели. Ряд экспертов высказали прогноз, что сразу после Нового года можно ожидать повышения стоимости бензина. Но в федеральном правительстве уже заявили, что не допустят роста цен. В любом случае, единственная панацея от топливных проблем – появление энергосберегающих технологий. Неделю назад в нашей области презентовали первый умный дом с солнечными батареями и фотодатчиками. А вот нижегородцы пошли по другому пути. На этой неделе там появился первый пассивный дом, тоже энергосберегающий. Смотрим репортаж наших нижегородских коллег. Вот этот дом, который построил, конечно же, не Джек из известного стихотворения Маршака, но это строение тоже заслуживает особого внимания. В двухэтажном особняке, как уверяют его создатели, применена самая известная модель пассивного решения. Проще говоря, каждый метр площади позволяет экономить на любых видах энергии. Теплоизоляция – основной компонент энергосбережения в таком доме. Правильный фундамент, деревянные стены и пол со специальным утеплителем. Плюс солнечная энергия, тепло от бытовых приборов, которые в повседневной жизни использует каждый. И тепло из вытяжки. Этого, по мнению экспертов, будет достаточно, чтобы отопить пассивный дом. Собственно, принцип термоса, когда тепло сохраняется без особых затрат и позволит жильцам экономить свои средства. Но для того, чтобы комфортно жить в этом доме, обязательно нужна система вентиляции. Для того, чтобы сюда подать свежий воздух, который у нас есть в лесу, и дышать этим воздухом. Но при этом нам нужно сохранить тепло. Поэтому применяется система вентиляции с рекуперацией тепла. Рекуперация – это то, что нам позволяет сохранить тепло. Первый пассивный дом был построен в Германии в 1988 году. С тех пор этот стандарт пользуются успехом при возведении жилых и административных зданий, но пока только за рубежом. Россияне, как показывает практика, не готовы покупать такие дома. Ведь если верить расчетам экспертов, стоимость пассивного дома окупится только лет через 10-15. Сегодня в Нижегородской области построен пока один экспериментальный пассивный дом. Вот этот в Кстовском районе. По соседству планируют построить еще 18 таких же. И этот поселок должен стать первым подобным в России. Впрочем, как заверили нижегородские строители, любой дом, который сегодня строится на территории региона, вполне можно подвести под технологию пассивного дома. В эфире итоговая программа «Вести Кировской области. События недели». Смотрите во второй части выпуска. Зодчество сегодня. Каким будет ближайшее архитектурное будущее нашего города? И удастся ли сохранить его самобытность? Мировая мода ищет таланты и вновь нашла их на Вятской земле. Чем наши юные дрова не удивили избалованных метров? Вы смотрите «Вести Кировская область». События недели мы продолжаем. На неделе сердце православной вятки Серафимовский собор отметил 105 лет со дня освящения. На праздник приехало много гостей. В их числе была и праправнучка архитектора собора Ивана Чарушина Натальи Чарушина-Капустина. Она, кстати, продолжает дело своего знаменитого прадеда. Преподает в Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. А каким был прошедший век для знаменитого вятского храма, расскажет Анастасия Войналович. Церковь была построена в 1902 году как единоверческая. В ней молились все православные христиане, в том числе и старообрядцы. 5 ноября 1907 года храм осветили во имя святого Серафима Саровского. С конца 30-х годов Серафимовская церковь оставалась единственной действующей в городе. И пока была в одиночестве, носила статус кафедрального собора. Благословение преподобного Серафима и то значение, которое тогда произвело на всю нашу интеллигенцию, на народ. И то, что вынесла эмиграция, то, что вынесли наши здесь живущие старцы, люди, которые здесь жили, оно как раз идет по кровам. Храм был построен знаменитым вятским архитектором Иваном Чарушиным. Судьбы их в чем-то перекликаются. Обоим было суждено пережить смутное время. И Дамоклов меч не раз нависал как над Иваном Аполлоновичем, так и над его творением. Что касается Ивана Аполлоновича, он был очень стойким и мужественным человеком. И этот храм, мне кажется, очень лично с ним связан. Вот он выстоял, и прадед выстоял. В начале 40-х в храме разместили антирелигиозный музей. Это помогло его спасению. Здание не было разрушено, и здесь хранились иконы и другие святыни закрытых или вовсе уничтоженных храмов Вятки и Нижнего Новгорода. Решение о закрытии музея и открытии Серафимовской церкви было принято через год после начала войны, 22 июня 42-го года. Храм устоял благодаря войне в том числе, потому что, по крайней мере, в том документе, который разрешал открытие собора, об этом, не стесняясь, органы НКВД говорили, что мы открываем храм для того, чтобы всех верующих собрать в одно место. Чтобы верующие были и под контролем тоже, понимаете? Вот так написано было в документе, вот, когда его открывали в 42-м году. Ну, это они такие, знаете, безумцы, думали, что у них верующие под контролем, а они все были у Бога. Покров Серафима Саровского и молитвы людей хранили церковь в трудные годы. Отец Серафим Исупов служит здесь с 1956 года. Он вспоминает, что храм в годы лихолетия был единственным прибежищем для верующих. Народу было столько, что окна открывали и стояли вот тут вот толпы у окон. Больше храмов-то не было. А молились как? Уж по храму не пройдешь. А и перекреститься уже не дать. Если ты так стоишь, как тебя вот это сдавили вот такую, что уже руку не вытащишь, не перекрестишься. И сейчас этот храм, один из многочисленных приходов Вятской епархии, остается культурным, просветительским и духовным центром православной Вятки. Анастасия Войнолович, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. Под знаком творчества и таланта архитектора Чарушина на неделе прошел областной фестиваль изотчества 2012. Его девиз в этом году – «Вятка – город, в котором хочется жить». И чтобы не говорили скептики, мы живем в удивительном городе со своей особой атмосферой, которую не смогла уничтожить даже типовая застройка советского времени. Но каким будет ближайшее архитектурное будущее нашего города и сохранится ли его самобытность? Иван Швецов продолжит тему. Город Киров находится на высоком берегу Вятки, откуда открываются прекрасные панорамы на заречные дали. По мнению многих дизайнеров, принявших участие в форуме «Зодчество-2012», река играет главную роль в композиционном построении города. Благоустройству территорий вокруг набережной Грины и заречной части города было посвящено несколько проектов. Реконструкция ожидает и микрорайон «Вересники». Что это, только мечты или уже конкретные планы, сказать трудно. Единого плана застройки города до последнего времени не было. Вместо пятиэтажек вырастали девятиэтажки, потом двенадцатиэтажные дома. Теперь технологии позволяют строить и двадцатипятиэтажное здание. Логика движения пока просматривается только одна – ввысь. И точечная застройка в исторической части города создавала и продолжает создавать стилистический диссонанс в городской среде. Впрочем, и советское наследие не отличалось большим изяществом. Чего только стоят промзоны в городской черте. У нас с вами до сих пор в центре города есть крупные промышленные объекты. У нас с вами транспортная инфраструктура сегодня не справляется с большим количеством автомобилей и других средств, в том числе общественного транспорта. У нас с вами есть проблемы и с современной системой телекоммуникации. Был период, его тоже не надо критиковать, когда, помните, вот сегодня эти панельные дома, так сказать, это унылое, однообразное. Его можно критиковать, но этот период тоже в истории государства российского дал людям жилье, квартиры из бараков переселили. Прошел период. Пройдет время, когда современный архитектор, современная власть уберет эти дома. Заявленная тема фестиваля «Вятка. Город, в котором хочется жить» обостроит вопрос об архитектуре города, сохранении исторической части и ее современном развитии в привязке к окружающей застройке. Сегодня можно часто слышать жалобы на безвозвратное искажение уникального облика старой Вятки. Вот и праправнучка архитектора Ивана Чарушина, которая не была в Кирове более 20 лет, с грустью отметила изменения в облике города. Жалко, конечно, тех домов, которые были 20 лет назад. Я тоже приезжала зимой, и меня поразили вот эти вот уютные деревянные домики с резьбой, с громадными сугробами. И 20 лет назад Вятка показалась мне именно такой уютной, камерной, утопающей в снегу и очень симпатичной. И сейчас. Сейчас мне тоже понравилось. Естественно, есть какие-то архитектурные ошибки, как и везде, но это не избежать. На нынешнем фестивале особый интерес вызвал проект студентов Вятского художественного училища. Вот таким свое учебное заведение в будущем представляют сами учащиеся. Вы знаете, вот настолько любят ребята наше училище, что им хотелось его еще улучшить. В общем-то и так оно у нас очень теплое, очень такое радостное, куда ребята любят возвращаться. И вот они хотели именно показать, что бы они хотели видеть в нашем училище. Вот благодарность за 4 года обучения. Вот они сделали такой макет. Это полностью макет нашего училища. Здесь учтено абсолютно все. И шикарные классы рисунка, и актовый зал, которого у нас никогда не было. И, кстати, спортивный зал, которого тоже у нас никогда не было. Училища, училища, абсолютно все. Кульминация фестиваля станет награждение золотыми, серебряными и бронзовыми дипломами и главной наградой фестиваля премии в области архитектуры «Золотая колонна». Торжественная церемония вручения наград и призов фестиваля намечена на 24 ноября. Иван Швецов, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область. На неделе «Роскосмос» представил победителя отборочного этапа открытого конкурса в отряд российских космонавтов. Среди них семеро мужчин и одна женщина. И в их числе оказался уроженец Кировской области Олег Блинов, выпускник КВАТУ и Вятской сельхозакадемии. Так совпало, что месяц назад мы снимали Олега в Кирове. Он приехал в родные края поучаствовать в праздничных мероприятиях, посвященных 55-летию со дня запуска первого искусственного спутника Земли. Музей Циолковского авиации «Космонавтский» будущий кандидат в космонавты провел лекцию для студентов и школьников. До зачисления в отряд космонавтов он работал ведущим инженером Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и известен как отличный специалист по шлюзованию. Кстати, именно тогда в интервью нашим корреспондентам он признался, что и сам готовится стать космонавтом. И вот, наконец, многолетняя мечта Олега сбылась. Музей Циолковского авиации Всего на один день молодые спортсмены уступили помещение спортивного комплекса муниципальным служащим. Представители администрации нескольких районов и города Кирова в том числе встретились сегодня не за столом совещаний, а по разные стороны волейбольной сетки. Ежегодные соревнования обычно завершались в областном центре. И тем более удивительно, что в этом году финалистов принимал Зуевский район. Согласно регламенту соревнований, команды были смешанные. Наряду с мужчинами вклад в победу вносили и девушки. Немногочисленные болельщики, как и полагается, вели себя громко и болели очень искренне. Вообще, надо сказать, что обновленное здание спорткомплекса прошло своего рода боевое крещение, принимая в своих стенах соревнования областного масштаба. Импульс достаточно серьезный. Дала программа реконструкции и строительства спортивных объектов. Мы выиграли грант в сумме 2 миллиона 900 на ремонт и реконструкцию вот этой детской юношеской спортивной школы. Наше софинансирование было миллиона, в том числе в небюджетные источники, около миллиона. И в октябре месяце мы закончили ремонт вот этой школы, подарили ее детям. То есть это новое рождение детской юношеской спортивной школы произошло. Сейчас в Зуевской спортивной школе занимаются более 600 ребят. Некоторые из них успешно защищает наш регион на всероссийских соревнованиях. В рамках программы развития физической культуры и спорта в Кировской области на 2011-2013 годы правительством запланированы строительство либо реконструкция 36 подобных спортивных школ и других объектов. Не так давно был открыт Ледовый дворец Олимп-Арена и универсальный спортивно-зрелищный комплекс Дворец единоборств. Кирилл Сысолятин, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область. Русский силуэт тысячи таланта и вновь нашел их на Вятской земле. На неделе в Кирове прошел полуфинал международного конкурса молодых модельеров. И наши юные дарования вновь удивили избалованных метров моды. Новые люди, новые идеи. В репортаже Миланы Поварницыной. Татьяна Михалкова, президент благотворительного фонда «Русский силуэт», в этом году привезла с собой в дар городу старинную икону Божьей Матери. И так совпало, что в этот же день закладывали первый камень – часовня в честь святых Бориса и Глеба. Татьяна Михалкова передала икону инициаторам строительства часовни. К Вятке у нее особое отношение. Она восхищается красотой, просторами города. И, конечно, девушками. Особенно ей нравятся работы молодых дизайнеров технологического колледжа. И даже масштабность конкурса «Русский силуэт» не помешала заметить талант кировчанок. 150 городов России, 200 учебных заведений, 2000 дизайнеров отсматриваем, 32 полуфинала. И Вятки, вы знаете, проходят на очень высоком уровне. Даже ПТУ, вот я помню, показывает такой уровень коллекции, что могут позавидовать высшие учебные заведения. Сарафан, отделка кружевом, кокошник. «Русский силуэт» остается верен традициям и в 21 веке. Уже в десятый раз на полуфинал молодых дизайнеров съезжаются модельеры со всех уголков Кировской области. Здесь нет места стандарту и копированию известных брендов. На конкурсе зрители видят только новые идеи и новые лица. У начинающего автора Алены Добреогла поистине руки творца. Она представила сложную коллекцию 3D из черно-белых лоскутков ткани в технике пейдж-ворд. Она и ее подруга Надежда Степушева создавали платье вручную за 4 недели. Это первая работа Алены, но она принесла ей призовые места уже не раз – в Москве, Воронеже. А ее знакомые и подруги уже хотят приобрести эпатажное платье, подобное которым не найти в магазинах. Сейчас очень популярные эффекты 3D, объемные эффекты, направление очень развивается. И решили, почему бы не создать и не воплотить это все в одежде, создать интересную коллекцию для молодых девушек. Вот это платье, оно самое любимое, оно длинное, центральное и очень красивое. На девочке вообще очень красиво смотрится это платье. Красные листья, красные флаги – так наступает октябрь. Коллекция октябрьской Софьи Егоровой посвящена русским женщинам. На ее создание дизайнеры вдохновили события военных дней. Воинственный облик моделей воссоздают строгие тона и скупость натуральных тканей – войлока, драпа и кожи – для создания эффекта доспехов. Коллекция воплощает сильный дух, то есть женщин с сильным духом, которые не отступают перед трудностями и которые за свои идеи, за свою страну готовы пожертвовать всем, что у них есть. Уровень конкурса «Русский силуэт» высок. 500 заявок только на эскизном этапе. Потом педагоги ведущих вузов отсматривают коллекции. И до полуфинала доходит 50 коллекций. В Кирове из 13 работ, которые увидели жюри, только 4 вышли в полуфинал. Работы Татьяны Кибординой, «Светлые мысли о темной истории», «Надежда Казаковой» и «Монсипе», костюмы Софьи Егоровой и коллекция 3D Алена Добреогла и Надежда Степушевой. Татьяна Михалкова уверяет, критерии выбора лучшего из лучших год от года остаются неизменными. Часто бывает перебор в коллекции, перегружено, нету простоты. Ведь они должны быть едины и как-то проснеживаться душа коллекции, общие идеи. И очень приветствуется, когда учитываются национальные черты. Это учитывают опытные участницы. Софья Егорова уже не первый раз представляет свои коллекции на русском силуэте. За это время она выросла профессионально. Сейчас ее интересуют земные исторические темы. Софья Егорова продолжает трудиться и верит, что у нее впереди еще не один творческий показ. Это очень вдохновляет и заставляет двигаться не то что вперед, а каким-то другим целям, осваиваясь какие-то другие техники. Полуфинал в Кирове показал, что у нас много одаренных художников моды, и у каждого есть возможность открыть себя миру. Этот шанс появился и у Алены Добреогла и Надежды Степушевой, которые получили приглашение на финал конкурса. Сейчас по всей России проходят полуфиналы конкурса «Русский силуэт». В Кирове региональный этап завершился зрелищным галоконцертом. Победительницы Алена Добреогла и Надежда Степушева отправятся в Москву и выступят в одном павильоне с ведущими кутюрье. Возможно, их коллекции покорят весь мир, но главное, что участие в конкурсе дало им вдохновение. Вдохновение дарить красоту людям. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, Вячеслав Голиков, Игорь Охотников, Валерий Никулин. Вести. Кировская область. Важной смысловой точкой недели стал фестиваль «СМИ на семи холмах». Он проходит в Кирове ежегодно с участием мэтров и звезд российской журналистики. На этот раз своеобразным хедлайнером фестиваля стал известный телеведущий Алексей Лысенков. Проблематика этого представительного форума остается неизменной. Наши коллеги обсуждают новое веяние в жизни масс-медиа, наболевшие вопросы, делятся опытом и обсуждают успехи. Кстати, в этом году корреспонденты нашей телекомпании вновь стали победителями в половине номинации конкурса журналистского мастерства, проводимого в рамках фестиваля. Награды за различные проекты и программы получили Юлия Шалаева, Иван Швецов, Анастасия Войнолович, Кирилл Ольков и Ирина Русских. Поздравляем коллег с победой и желаем новых творческих успехов. И по традиции в конце выпуска о погоде. Вновь южный ветер путает все планы зимы. Практически месяц столбик термометра колеблется около отметки 0 градусов. И по словам синоптиков, мы с вами наблюдаем очередную погодную аномалию. И средняя температура воздуха выше норм не только у нас, но и во многих других регионах России. В ближайшие сутки ночью в городе и по области облачно без существенных осадков на дорогах Гололедица. Температура воздуха в Кирове минус 4, минус 6, по области минус 3, минус 8. Днем ожидается небольшой снег. В Кирове минус 1, минус 3, по области минус 5, 0 градусов. Относительная влажность 80%, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. На этом все. Спасибо, что были с нами. Одевайтесь теплее, берегите себя. Увидимся, как обычно, через 7 дней. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...